Проблема бесплодия в Дагестане стоит достаточно остро. В республике до 20% супружеских пар сталкиваются с трудностями зачатия ребенка. Но бесплодие не приговор, так считает и подтверждает на своей практике врач-уролог-андролог профессор Ахмет Азизов. Уникальная методика и лечение. Уже 30 лет врач дарит возможность познать радость материнства тогда, когда, казалось бы, нет никаких шансов на успех. В продолжении темы сюжет Хадиж Курбановой. Трехлетний Саид делится своими предпочтениями в еде. Он один из самых маленьких домочадцев семьи Расуловых. Всего здесь 9 детей. А ведь было время, когда семейная пара не могла зачать и одного ребенка. Отчаяние и потеря надежды на радость отцовства одолевали Магомед Саида. Но до встречи с доктором Азизовым. Пять лет где-то не получалось детей. И случайно я попал к Азизу. Выписал мне лечение. Да, вот мы проходили это лечение. Как он выписал. И вот после этого в Москве же родился Магомед. И после него получилось у меня пять мальчиков. Включая него шесть. И потом девочка. И вот сейчас жена в положении вторая. Вот он. Девять детей у нас. Да, девять. После посещения врача проблем с репродукцией не возникало. Многодетный отец с такому пополнению в семье безмерно рад. У него две жены, одна из которых беременна. Теперь он советует профессора Азизова всем, кто встречается с такой же проблемой. Так, в Кировауле это не единственная семья, обратившаяся за помощью в клинику уролога. У Сулеймана Магомедова четыре года не было детей. Обращался куда только можно. За решением проблемы ездил даже в Египет. Но нашел ее только в родном Дагестане. Это для меня, конечно, был шок. Хвала Аллаху. После лечения, через месяц, у меня супруга забеременела. Это говорит, я говорю, от священного детей, что он дает детей. А я всего лишь причина этому. Мне это всего больше всего поразило, честно скажу вам. Первоначальное даже общение с этим человеком вселяет надежду, потому что видно, что этот человек от него каким-то позитивом несет и умеет успокаивать, умеет слушать. Ахмед Азизов – врач-уролог-андролог с 30-летним стажем работы. Принимает в Махачкале. В месяц к нему по проблемам бесплодия обращаются более 20 семейных пар. При этом каждая пятая семья, по его словам, в Дагестане сталкивается с трудностью зачатия. Раньше, считает врач, все эти сложности сводили к проблемам непосредственно в женщине, не рассматривая при этом мужское влияние. Однако роль мужчины ключевая, считает врач. Именно поэтому профессор ведет приемы и рекомендует лечить обоих партнеров. Мужчина во всем мире становится слабее, особенно в плане фертильности, в плане плодовитости. И этот процесс происходит, конечно же, в том числе и в Дагестане. Прерывание беременности или невинашивание беременности в выкидышах. Мы винили только женщину, говорили, вот мужчина свое дело сделал, беременность достигнута, а дальше нести – это уже проблема женщины. Сейчас выясняется, что в выкидыше происходит и по вине мужчин. И этот процент, 40-50 процентов, в выкидыше зависит от здоровья мужчины, от того, какая информация заложена в сперматозоидах, насколько они полноценные. Доктор медицинских наук, профессор, подходит к лечению с индивидуальной программой. Уникальной системой его подхода заключается в том, что врач умело совмещает медикаментозную форму лечения, народную медицину и физиотерапию. Но первоочередное здесь считает врач умение успокоить пациента, расслабить его и вселить надежду на выздоровление, даже тогда, когда, казалось бы, надежды нет. Люди, когда у них и год, и два, и пять, нет детей, они, естественно, серьезно нервничают. Они находятся в постоянном хроническом стрессе. И вот такое напряженное состояние нервной системы снижает иммунитет, снижает различные другие функции организма. И поэтому определенным образом оно является также одной из причин отсутствия беременности. И, конечно же, мы детально разговариваем как с супругом, так и с супругой, подбираем им различные методики психологической разгрузки. Статистика бездетных пар как в республике, так и по всей стране большая. В Дагестане до 20% супружеских пар не могут завести детей по состоянию здоровья. Затягивать с обращением к врачу в этом вопросе не стоит, считает Ахмет Азизов. Первые месяцы попыток зачатия проблема поддается лечению гораздо проще. В клинике представлены новейшие препараты. Кроме этого, на сегодняшний день ведется активное сотрудничество по обмену опытом с медицинскими компаниями других регионов страны. Сегодня клиника Ахмеда Пермакомедовича – это медицинский бренд региона, который вносит свой значительный вклад в развитие демографии Дагестана. Многие, кому он помог, в честь врача называют своих первенцев. Мне приятно, конечно, не столько, что моим именем назвали, но вообще, когда люди страдают, переживают, и у них появился первенец, это, конечно же, большое счастье. И ты чувствуешь, что ты не зря живешь на этом белом свете.